Логика награничивается логикой высказываний. Логика высказываний выявляет связь между высказыванием, условленным тем, как одни высказывания подносит построенность других с помощью пропозициональных операций, то есть конюнция, безюнция, импликация, отрицание. Немникает во внутреннюю структуру самого высказывания. Более глубокий анализ высказываний делается в рамках называемой логики предиката. Мы сейчас перейдем уже к примеру. Сейчас мы говорим, что такое предикат. Все знают, что это предикат. Предикат это вообще субъект, и предикат это темы не из грамматики. Субъект то, о чем мы говорим в предложении, а предикат это то, что говорится о субъекте. Ну, пример возьмем. Значит, такое вот сделается. Что? 12 делится на... Сказанное. 12 делится на... Что такое? Субъект. 12, да? 12. А в общем предикат. Что говорится? Так вот, в логике предыдущих, как чисто в виде, что говорится. Здесь такой трюк. Мы рассмотрим такое выражение. x делится на... То есть, мы сейчас напишем переменную, переменную. Это получается такое предложение с параметром. Вот это предложение с параметром и выражает предикат. Что говорится по 12. Дальше предложение с параметром. Вот у нас есть предикат. x делится на 3, а предикат на 3. Если 12 поставить, то предположить предикат. Одновесный предикат. Теперь. Не обязательно, чтобы субъект это... Ну, то есть, о чем говорится предикат, чтобы это подлежащие. Это может быть не обязательно подлежащие. Это может быть про 3 тоже что говорится. Значит, такое. 230. А что про 3 говорится? Это можно говорить каким предикатом. 12 делится на g. Тоже предикат. Дальше. Вообще-то предложение с параметром. 12 и 3. Что про них говорится? То, что мы это должны быть с таким предикатом. Их делится на g. Ну, и вот предикат. Ну, можно сказать, это предикат. Это такое предложение с параметрами, с переменами. У которых, значит, самое... У каждого перемена есть оба целого значений. Ну, превращается в высказывание, если перемена придать конкретное значение. Ну, или, строго выражаясь, вместо перевета представить имена объекта. Вот получается высказывание. Итак? Предикат это предложение с параметрами. Это превращается в высказывание, если вместо перемены поставить имена. В классической логике идут дальше. Идут дальше. И поскольку дальше, после постановки имен, получается, высказывание, истинственное значение, получается, единица или ноль, да? И дальше в этом предикате называют просто функцией, которая принимает значение единица или ноль. Поскольку в интуиционизме вообще понятия функции вообще нет, так как такового, то интуиционизм ограничивает, допустим, предикател, именно вот такой, как бы сказать, высказывание формы. То есть предложение с параметрами. Вот интуиционистки мы так и будем называть. Ну и теперь, как вы говорите, законы, теперь логическое законы, выражаемое логике предикатов. Здесь, посмотри уже, язык логики предикатов. Что из чего составит этот язык? В этом языке есть, как говорится, потенциально бесконечный набор предметных переменников. Это перемен для объектов. Дальше. Есть. Для каждого n есть вдоль специально бесконечный набор предикатных переменных, говорится, военностей n, или n-местных предикатных переменных. Потому что каждый предикат либо одноместный, либо двухместный, либо трехместный. Ну, сколько, сколько параметров там, сколько свободных переменных. То есть, например, из которых можно подставлять. Вот. Поэтому, значит, и в откинули в языке логику предикатов, а вот здесь есть. То есть, у нас в логике высказывали перемен для высказываний, а тут теперь уже перемен для предикатов. И дальше в языке есть логические связки, отрицание, оказывается, дизируется интригация, квантеры для всех существуют, и, ну, там, вспомогательные скобки, там, стоят все скобки и запитания. И дальше строятся формулы, в смысле выражения многих предикатов. Во-первых, это атомарные формулы. Это очень следующим образом. Берется, там, скажем, местная физикатная переменная и записывается как аргументы n переменных. n переменных, предметных переменных. Дальше можно, так что человеку сказали, что это из таких атомарных формул строить минус 0, с помощью атомарных связок, и квантеры можно обвешивать. Ну, примерно. Потому что все-таки формулы, там, для всех x, v1 от x, или не v1 от x. Ну, примерно. Теперь различают, в предикатных формулах различают свободные и связанные переменные. То есть, ну, в атомарной формуле все переменные свободные. Ну, же есть в виду, что, вид какой. Если p, это, значит, какой-то предикат, ну, это переменные. Ну, еще вот так. У них здесь, знаете, вот так. Вот так, параметр. А когда квантеры намешиваются, то тогда, соответственно, переменные, потом квантеры перестают быть свободными. Ну, понятно, скажем так. Ну, было, было, скажем, p от x. Что-то говорилось про произвольный x, да? Это был предикат. Потом сказали, для всех x, p от x. Это уже высказано будет. Кубик сам же компьютер не зависит. Ну, в иске сталкивается параметром. То есть, навешивший квантер равно как бы хранит. Убирает каждый квантер, убирает один параметр. Ну, и формуле вообще уже все переменные, связанные с каждым квантером, ну, такая же переменная форма называется замутой формы. Теперь, какой смысл классической логике придается предикатным формам? То есть, мы фиксируем такой квитустое у нас 100n. Квитустое у нас 100n. Вот переменные прибегают в эту множество. Теперь, как в случае, как мы в логике высказанном, мы в позициональном переменном передавали назначение тормичной веноши, то теперь мы предикатный переменный, то это какой-то предикат. Ну, какой-то вот предикат задаем нам, что n-местный предикат на переменные и сопоставляем какой-то n-местный предикат. То есть, уже смысл какой-то есть. Пишем p, вот, написать индекс n, то это означает, что это означает. Ну, дальше по обычным правилам, естественным, это что значит истинность уже сложных форм. То есть, форма замкнута, то она высказывания выражает, если свободные переменными, то тоже она как-то предикат. Это классический смысл. Ну, интуиционистский такой, что, опять же, аналогично фиксируется некто предметная область. То есть, мы пишем, что оно назначение переменных и фиксируем, и далее. И далее, значит, это самое. Далее, по обычным правилам, принятым интуциализмом, это только экватором, понимаем действенность. Ну, на самом деле, вот это вот интуитивное представление о истинности и должности, в котором есть терапевт, тоже можно сделать более строгим. Ну, а именно, мы переступим модели клипки уже для логипедикатов. По сути, как многие предикаты получаются национальки. Есть смысл предикатной формы в более строгом виде. И опять, как в случае человеческих высказываний, фиксируется шкала. То есть, некоторое, что я множество, это частичная форма. Далее. 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 Теперь, что нам нужно еще для интерпретации логики предиката. Помните? Надо предметную область выбрать. Поэтому в каждом моменте времени фиксируется предметная область, а именно и цифрофункция d, то есть для каждого, каждого мальчего иска соответствует и пустая предметная область. То есть в каждом моменте у нас есть область объекта рассматриваемых объектов. При этом объекты не могут исчезать со временем. Поэтому, если, а, номерка пишет номерку бэша, то когда, где алибо, подъем что будет? То есть все объекты, существующие номерку алибо, остаются доступными или более пользными. Дальше, вот самое отношение к истинности. Что мы задаем? Для каждого предикатного символа, для каждого предикатного элемента и п, как мы имеем, мы задаем, и для каждых элементов, мы говорим, что в момент альфа истинный элемент, то n не отрыв, что а1, а, n. Так а1 и так далее, а, n, это элемент предметной области д а. Ну, словами, мы предикатный элемент, это предикат задаем, да? Он, если не ложный, на море и таблетки. И вот мы задаем, на каких элементах из предметной области, имеющихся в момент альфа, этот предикат истинный. А дальше переносится... Да, и теперь, и опять-таки, то есть ограниченности должны выполняться, что если в момент альфа истинное такое высказывание, то и а, b, это более поздний момент, то тогда момент b, это тоже такое высказывание существует. Дальше переносится принятие личности на любые формулы, в которых используются предикатные формулы, в которых вместо свободных элементов поставлены имена объектов предметной области. Но я, я не буду повторять, из конъюнций и изюнций и импликаций официально точно так, как звучит логико высказывание. Те же самое пункты. А вот с квантера. В момент альфа истинно существует x, а у x, это означает, что существует такой элемент m из предметной области, где альфа, имеющийся в момент альфа, такой, что в момент альфа истинно а от m. То есть мы m смотрим время как что-то обозначение элементов. И момент альфа истинно для всех x, а у x. Это означает вот что, что в момент альфа истинно для любого элемента m из db, а вот так. То есть истинность универсальной высказанной для всех x а от x сегодня. Мало того, что а истинно, что собственно, обладают все объекты, имеющие в данный момент. Важно, что и все, что в будущем будет появиться, они тоже будут обладать свойством а. В момент альфа истинно для любого элемента будет нектар. Вот такой вот уже магематизированный вариант нутлюционистской семантики для выделки предикатов. Теперь так соотносится вот такая семантика с классической. Но опять же, можно сказать, что классическая семантика, в частном случае, в индукционистской, когда один момент. Потому что все это самое... Вы знаете, один момент или... Можно сказать, соответственно, все остальные... Как это понимать? Это говорит, что конец всех времен. Можно вопротить себе такой момент, когда все, все истины будут доказаны. Вот. То, что не доказано, то можно. Такой идеальный такой момент. Когда все, то, что можно, то можно... Которое, конечно, не достижим. Вот это, по этому слову, такое существенное... Такая идеалистическая. В отличие индукционистской, которая более соответствует тематической практике. Какая идея. Продолжение следует... ... Продолжение следует...